Анатолий Дмитриевич, скажите, вот сейчас актуален вопрос переговоров, да, то есть встречался и Порошенко с нашим президентом, да, то есть понятное дело, что диалог это всегда хорошо, хотя бы, вот, но возвращаясь Порошенко на Украину, да, постоянно идет активизация боевых действий. Вот на ваш взгляд, вообще, возможно ли какой-то переговорный процесс, и тут следом вопрос, наверное, связанный с этим, да, то, что вот на этих переговорах нет американской стороны. Это говорит о том, что Америка постепенно дистанцируется от украинского конфликта, да, ну, либо просто, что эти переговоры не имеют смысла. Я не думаю, я не думаю, ведь откровенно, ведь речь идет вот о чем, вот о чем. Я считаю, что Украина попала под жернова России и Америки, и именно попала под эти жернова, но, к сожалению, протеста Украины выполняет все решения Вашингтонского обкома. Почему? Да потому, что, что самое интересное для меня, самое интересное, я опять возвращаюсь, опять знаю ситуацию на Украине, я хорошо знаю ситуацию грузинской армии. Есть, например, грузинская армия, 4-й, 5-й этаж Министерства обороны, и в армии, в генеральном штабе тоже два этажа, занимают американские советники. Офицеры генерального штаба не имеют права даже войти в свое собственное помещение. Я-то не думаю, во всяком случае, что Америка так, это самое поступится. Дело даже не в этом, дело решается даже не в этом, а дело решается в том, что, вы же знаете, во всяком случае, что бывший президент подписал соглашение, соглашение 20-го, по-моему, января этого года, о том, чтобы продать двум структурам для добычи сжиженного газа. Это интересный момент, это мало кто об этом говорит, это мало кто говорит. У них сейчас, что самое интересное, сын вице-премьера сейчас на Украине, Американский вице-премьера, да, американский вице-премьера, он до сих пор находится на должности. Смысл какой? А смысл заключается даже в отчим. Я понимаю, во всяком случае, что правительство Украины уже однозначно не сможет обеспечить население, это раз. Во-вторых, то, что якобы это поступает с Запада, это не совсем верно. Но, к сожалению, американскому правительству потребуется 5-6 лет для того, чтобы сжиженный газ, ну, во-первых, это будет создать транспортную логистическую цепочку, как, что, где, почему, где этот сжиженный газ, может быть, Европе, может быть, все остальное, это еще 4-5 лет. Вот это вот самая главная проблема. Поэтому для американцев, в первую очередь, они желая, хотят, чтобы Украина в какой-то степени соответствовала намерям американцев. А вторая проблема, во что бы то ни стало на территории Украины создать запасы сжиженного газа. Почему? Да потому что вот эта вот война, которая реально идет, это убрать население Украины, как таковых, с двух регионов. Ведь знают, во всяком случае, специалисты очень хорошо знают, что добыча сжиженного газа, когда от этого соброшения идет, вот тогда на месте вот сжиженного газа в Канаде и в Аляске земля не плодородит вообще. То есть практически весь Донбасс прекратится в мертвую зону, как таковую. Это проблема американцев. Если по большому счету, вы поймите, во всяком случае, когда я считаю, что отношения сейчас у Украины, и то, что они просят во всяком случае натовское руководство, я думаю, что для России ситуация будет примерно такой же, как это было в 2008 году. Вы помните, во всяком случае, когда мы, не обращая внимания ни на Вашингтон, ни на Бруссель, принимали решения о своих собственных интересах. Примерно такая ситуация складывается и сейчас. Видимо, видимо, не будет у нас такого сотрудничества. Я считаю, во всяком случае, и многие эксперты считают, что, может быть, не нужно нам сотрудничать с НАТО как таковым. Почему? Да потому что нам проще разговаривать с теми странами, которые мы понимаем, чем эти самые. Это как один из вариантов. И второй очень важный вопрос. Я считаю, что объявив санкции для России, я сделал, как они сделали для России, очень хорошо. Глупо, я считаю, но мне приходилось учитывать, я написал книгу, она называется «Израильские войны. Русский взгляд». И там израильтяне пишут, говорят, у них санкции объявлялись четыре раза. Иран объявили санкции три раза. Россия. Израильтяне считают, как только объявляют санкции, начинают мозги работать у евреев. Я думаю, что, в конце концов, и наши россияне, учитывая то, что вот эти санкции, может быть, больше будет это самое. Второй очень важный вопрос, очень важный вопрос. Я знаю, что когда Бжезинский говорил о том, что если Россию разбудить, и она откажется от сотрудничества, а вы знаете, что рядом с Россией еще имеется и Китай. Для американцев вот это вот самая страшная угроза, что отказываясь от сотрудничества с Европой, Россия потихоньку-потихоньку начинает сотрудничать с Китаем. Более того, дело в том, что американцы сейчас даже не России боятся, они, в первую очередь, боятся сейчас уже Китай. Если, предположим, в прошлом году примерно 50% военно-морского флота находилось в Атлантике и в Тихом океане, в этом году примерно 65% военно-морского флота будут находиться в Тихом океане, а в следующем году, в следующем году 70% американского флота будут находиться вот в Тихом океане к таковым. Поэтому, решая задачу, вот решая задачу на Украине, сейчас американцы сделали все для того, чтобы у нас отношение стало значительно лучше в качественном отношении, значительно лучше в военном отношении. Обратите внимание, впервые в этом году на китайской стороне провелись учения. На китайской стороне стало учение около 20 тысяч человек. До этого времени Китай никогда таких войск и таких не было. Поэтому ситуация решается очень такая сложная. Решая проблему с Украиной, одновременно подвинули Россию и Китай. И вот то, что сейчас доходится. Если касается НАТО, да, действительно, в настоящее время американцы буквально вот три недели назад прозвучало сообщение о том, что Швеция и Финляндия собираются вступить в НАТО. Смысл? Ну, во-первых, они боятся растущей мощи. Второе, ФИД особенно опасается о том, что Россия строит новую империю. И если разговаривать, например, о финнах и швейцарцах, видимо, швейцарцы предоставят для себя военные базы. А финны, вступая в НАТО, вступая в НАТО, у них проблема что-то такая. Они хотят, чтобы, во всяком случае, вес Украины, вступая в НАТО, был какой-то повышен. Но не думаю, во всяком случае, что фирмы предоставят свои базы. Почему? Да потому что не хотят, во всяком случае, чтобы было плохое отношение с Россией. Они это тоже очень понимают. Но Прибалтику надо уже четко понимать. Надо четко понимать. И ситуация с Украиной, объявляя эти санкции, Россия ввела свои санкции. Вы знаете, во всяком случае, что страны Прибалтики начинают уже говорить, как это так? Мы ничего им не поставляем. Ну, я думаю, при Балтикских странах это испуг 70-летней давности. Как было это все в 1940 году, так они еще и боятся. А вдруг повторится ситуация с 1940 года. А вдруг кто-нибудь из финнов, кто-нибудь из латышей опять обратится к Советскому Союзу. И вроде бы опять это все получится. Но дело в том, что очень интересный момент, когда создавались, они вступили в НАТО. НАТО сказала, говорит, да-да-да-да, вы имеете свои войска, вы имеете спецвойска, вы имеете пехоту, вы хорошо готовите вывозка, но вы не имеете авиацию. И вот если, предположим, раньше, вот до этого года, 4 истребителя постоянно патрулили Прибалтийской республике, ну, надо четко тоже очень понимать, что подлетное время этого истребителя в Санкт-Петербурге 8 минут. То в настоящее время, с мая месяца уже 12 истребителей контролируют Прибалтийской республике. Сейчас уже ставится вопрос, ставится вопрос о том, что вполне возможно, в Щецине, может быть, в этом году будет организована военная американская база. Но вы знаете, что в Щецине, в Польше, и военно-морская база находится сейчас в Румынии, в Румынии, военно-морская база. И дополнительная база, армейская база находится в Румынии и Болгарии. Поэтому я считаю, что угроза со стороны России не это учитывают. Но не думаю, во всяком случае, что они приблизятся на такое расстояние к России. Им это тоже не очень выгодно. Надо четко понимать. Мало того, что это говорит генеральный секретарь, но и все западники четко же понимают. Никто не хочет воевать боевые действия. Тем более, если говорить достаточно откровенно, то Европа без Америки вообще воевать не может. Я просто привожу такой интересный пример. Когда в 2011 году Европа с Ливией, и как только американцы ушли, оказалось, Европа не в состоянии. Каспическая разведка в основном идет. Вот это американская. Для меня было очень странно, когда, например, система ПВО в Лондоне двое месяцев не прикрывали. Почему? Да все летчики, оказывается, в Ливийской, в этой ситуации работали. Поэтому вся ситуация, которая складывается, я думаю, единственное, с чем мы будем, как я думаю, в всяком случае, согласованные действия, это в борьбе с террором. В борьбе с террором. Не знаю. Есть еще какие-нибудь санкции. Я вполне допускаю, что наш президент, может быть, и запретит использование российской территории, поскольку американцы сейчас 80% с Афганистана приводят на север, может быть, запретит российская территория. А вывод запретит американским вывод войск. Из них 70% это на базу Инжерлик, 30% на базу Инжерлик, и 70% Рамштайн, наполнительная база в Косово. Это как один из вариантов. Второй вариант, тем не менее, тем не менее, все санкции, которые были, но во всяком случае, космические программы до сих пор еще раз остаются. Может быть, да, и, видимо, останется у нас сотрудничество в борьбе с пиратами. Анатолий Дмитриевич, если подводить все-таки итоги, возвращаясь к событиям на Украине, ваш прогноз событий? Я считаю, что то же высказание господина Порошенко, я не думаю, что он опять, не думаю, во всяком случае, что он подпишет приказ о прекращении огня. Им это невыгодно, зная во всяком случае мнение представителей Украинской Федерации, когда они считают, что мы не будем следовать Совету России, мы не будем прекращать боевые действия, мы не будем соглашаться о том, что Крым должен быть российский, и мы никогда не поступимся с тем, чтобы НАТО не было в России. Поэтому, как один из вариантов, я думаю, во всяком случае, что боевые действия будут продолжаться, это, видимо, сентябрь, октябрь до декабрьских холодов, пока не будет это самое до декабрьских холодов, поэтому ополчению, думается, во всяком случае, нужно, завершив уничтожение вот этого вот аэродрома, по некоторым данным, видимо, уничтожение 2-3 дня потребуется на Луганском аэродроме, и когда создастся уже остановка, что во всяком случае, что артиллерия сможет, я думаю, что ополчение восстановит все границы, может быть, как один из вариантов, может быть, продолжат дополнительные действия на других регионах, не думаю, во всяком случае, что они будут, собственно говоря, в Крым ходить, да, будут они в Киев ходить, ну, это невыгодно, самое интересное даже не в этом, самое интересное даже не в этом, я много читал и слушал, во всяком случае, ведь ополчение бережет украинских солдат, они берегут украинских солдат, обратите внимание, уже неоднократно Стрелкова говорит, мы, говорит, могли бы нанести вам поражение, но ведь солдаты выполняют преступный приказ, и лишней крови ополчению практически не нужно, все решения, которые были, вот все эти котлы, я считаю, что очень грамотные действия, вполне допускаю, что может быть бывший из Стрелков, который сейчас организовывает все эти действия, я вполне допускаю, что кто-нибудь из украинских офицеров, которые имеют знания Академии Генерального штаба, потому что реально создать условия окружения котлов, это, во-первых, нужно быть практикой, это должно быть дополнительное указание, это должно быть распределение сил, должно быть взаимодействие, потому что все котлы, которые сейчас будут, ну и котлы, которые, видимо, в ближайшие три дня не сократятся, но то, что боевые действия, я думаю, что они могут быть, они могут быть до ноября месяца, а с ноября месяца, когда Украина окажется уже банкротом, газа нет, нефти нет, оружия нет, армии таковой нет, а вот с ноября месяца начнется уже бардак, извините за выражение, вот с ноября месяца я вполне допускаю, что те структуры, которые сейчас воюют в украинской армии, начинают потихоньку, потихоньку уже пожирать друг друга, уже пожирать друг друга, и начнется война уже против всех, правый сектор воюет против национальной гвардии, национальная гвардия и правый сектор воюет через ополчение, ополчение, национальная гвардия начинает потихоньку воевать с украинской армией, почему, да потому что в украинской армии сейчас вопрос решается не знаниями, а вопрос решается только личной преданности, все руководители подразделения, в котором он находится, они лично преданы, ну вот тот же самый Грицак, он только лично предан только одному Порошенко, поэтому, видимо, изменится сама ситуация, изменится сама ситуация, пройдут выборы, во всяком случае, и вполне возможно, что может быть Юлия в какой-то степени, вы обратили внимание, она сейчас никак не участвует, она не завязла в этих всех этих действиях, вроде первоначально она говорила, я вполне возможно, что это будет второй кандидат, уже третий кандидат будет на кресло президента. Ну еще такой вопрос касательно терроризма, да, вот вы упомянули, что сотрудничество, возможно, в Америке с Россией, да, не прекратится в области терроризма, вот сегодня годовщина, да, трагедия в Беслане, и после этого, как мы знаем, происходили взрывы, захваты заложников, сейчас сложная ситуация складывается на Ближнем Востоке, да, мы знаем, что организован, объявлен исламский халифат, вот какова вероятность, вот тут Иван задает вопрос, читатель, вот какова вероятность, что вот этот исламский халифат, да, руководство им, им ведь сейчас руководители этого исламского халифата присягают исламисты чуть ли не со всего мира, да, вот какова вероятность, что произойдет активизация на Кавказе, да, и что вот этот единый фронт джихада, он захлестнет не только Европу, да, вот сегодня Штанмайер сказал, что Германия отправит иракским курдам дополнительное вооружение, потому что опасность для Европы, вот что вот этот вот единый фронт джихада заполонит весь мир, и будет угроза как для Америки, для Европы, так и для России. Американцы, воспитав собственный джихад, снабдив его всем, чем могут, они подняли голову, естественно, американцы, они просто плюнули, они просто плюнули. То, что сейчас творится, обратите внимание, то, что сейчас творится на Ближнем Востоке, на Ближнем Востоке, и я вполне допускаю, что это самая страшная угроза последнего десятилетия вообще. Почему? Да потому что сейчас мало того, что сейчас в Сирии, в Ираке, а плюс еще, в конце концов, и здесь, на Украине, сформируется такая группировка, у которых нет ничего святого, как таковых. Я в свое время даже был в Сирии в течение года, и готовил, во всяком случае, я знаю, саму сирийскую ситуацию изнутри. И та ситуация, которая сейчас складывается на сирийской территории, кстати сказать, бывший президент Америки сейчас сказал, говорит, вполне возможно, что мы будем уносить удары по сирийской территории. И, пожалуй, впервые Башарас сказал, говорит, да, при условии, если мы будем знать о этих целях, вариант получается такой, как и так, американцы вносят удары, если только не хотят, собственно говоря, учитывать президента, их можно поразить. Это ситуация, которая складывается сейчас, ведь вы знаете, во всяком случае, что американцы спонсировали, французы спонсировали, турки спонсировали так называемую свободную армию, а сейчас получается, к сожалению, между прочим, там находятся и чеченцы, там находится около 200 человек, там находится сейчас, между прочим, около 200 крымских татар, там находятся сейчас, в Сирии, около 200 человек татар и башкиров, Эти люди, которые сейчас, ну вот это около тысячи, кстати сказать, около 200 человек из Китая там еще находятся, но плюс к этому численность вот этих войск, корректировочных, если раньше это было 15, по некоторым данным сейчас 45-50 тысяч войск, из них одна треть находится американцев и европейцев, и вот сейчас они стали думать, а что же теперь это будет? Сейчас принято решение уже правительства Лондона, принято решение правительства Англии, те лица, которые были за рубежом, тщательно проверить. Ситуация очень большая, ведь Аль-Каида, если раньше Аль-Каида просто грозила Европе три года назад, то превратившись в такую мощную силу, которую мощные силы, я вполне допускаю, они не только будут нести поражения, я вполне допускаю, что не только в России, а в большей степени даже будет, это будет ситуация в Европе, и вполне допускаю, что ситуация терроризма опять в Америке будет, это уже повторно все те самые вещи. Да, 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 это вполне возможно. Я думаю, что желательно, как бы там ни было отношения с Украиной, я думаю, что наши спецслужбы достаточно грамотно сотрудничают со всеми спецслужбами Европы и это самое. Я думаю, что вот это будет продолжено, хотя независимо от Украины. Ясно. Спасибо, Анатолий Дмитриевич, за беседу. Напомню, с нами был руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Дмитриевич Цыганок. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова